Покажу вот как бы однополярный импульс. Тут у меня стоит транзистор, качает вот эту обмотку. Питается 25 вольт, как и пуш-пул, как и горшок. Тут шестифиляр, индуктор около 20 метров, шестифиляр около 37-38 метров. Идет эта микросхема на управление, он коротит катушку импульсами. И тут намотана вот такая вроде бы короткая катушка, т.е. вот так называемая. И когда она короткая, тогда нет звона. Звон на высокой частоте идет, он быстро затухает. Как бы не виден, еще сам индуктор может мешать звону быть. Потом он быстро затухает. Вот, когда я включу питание. Вот идут однополярные импульсы. Я могу их двигать. Транзистор ER640N, 200 вольт, 18 ампер. Но никакого прироста энергии нет. На выходе диодный мост. Начало индуктора и начало шестифиляра на земле сидит. Земля к батарее подключена. Потом диодный мост на конденсаторе на лампу. 55 ампер. Транзисторов скважины где-то 35. Частота 15 кГц. Конденсатор 0,47 мкФ. Три витка. Я пробовал из другого канала. Вот отберет с одного канала и с другого. Ставил тоже. Тогда вот по этим верхушкам бил. Менял. Вот этот меняет длительность импульсом. Нужно многооборотный ставить. А то так он резко меняет. Может трудно попасть. Поэтому ему нужно длительно. Вот когда увеличивает длительность потребления. Вот так вот бегаю по верхушке. Снимается амплитуда вот откуда. Просто один конец минусовой стеллографа на земле сидит. А плюсовой вот тут рядом. Сидит вот у вас на антене. А теперь может надену на токовое колечко и посмотрим, что будет. Вот теперь видите, она на верхушку бьет импульс. Вот я частоты генераторов не менял ничего. Только надел колечко и подключился лограф к нему. Ну деление немножко уменьшил. И вот импульс идет внизу. То есть это колечко не показывает ток. Ток отстает на 90 градусов. Она показывает тоже напряжение. Вот я подвигаю его. Ну там много всяких импульсов. Это наводки от моего самодельного импульсного блока питания, который как обратоходовик работает. Там ЭДС как раз идет к этому. Стонограф тоже их фиксирую. Вот на верхушке теперь. Подгоняю себе по синусоиде. Никакого эффекта нет. Так что если кто-то говорит, что это колечко показывает ток, то она и ток показывает и напряжение. Вроде бы. Можно еще параллельно индуктору поставить. Но мне нужен тогда делитель. А то без делителя он зашкаливать будет. Вот подключил без делителя. Все-таки вот зашкаливает. Но все-таки кое-что можно увидеть. Вот похоже вот это и есть импульс. Сейчас подвигаю и будет видно или это он или не он. А не. Импульс это не он был. Вот это пушкула ЭДС идет. А импульс вот тут он. Вот тоже на верхушке. И там какие-то колебания. А не. Где-то вот такой маленький. Там вот по шкулу колебания. А тут мы меряем напряжение. Вот параллельно индуктору подключил. Теперь остеллограф. Так что это токое колечко напряжение показывает. Она может там делать сдвиг какой-то. Оно там незначительный. Оно. 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 Оно.